добрый день сегодня 29 июня 2024 года с вами евгения жаркова и я хочу поговорить с вами сегодня на очень интересную тему это о русалках и о подводных цивилизациях недавно мы отпраздновали троицу и вот начиная с троицы и до дня купалы проходят так называемые летние русалии на самом деле русали их отмечают два раза в году есть зимние русалии которые начинаются с дня коляды это с 25 декабря есть вот эти летние русалии которые начинаются со дня ну под ним данным со дня летнего солнцестояния по другим данным они начинаются строится и до дня празднования купалы так вот я хочу поговорить вот об этих божественных существах об этих прекрасных женщинах то есть эти цивилизации они на самом деле существуют и в настоящее время я решила наконец-то открыть небольшой секрет но подписчики моего телеграм-канала уже об этом знают что у меня есть определенные способности есть определенный дар предвидения и я общаюсь с представителями разных цивилизаций и вот вспомните когда затонул батискав титан где-то за сутки до этого необычно максимальная точность до 100 до 100 процентов до 100 процентов предсказания у меня максимальной той точность это где-то сутки максимум трое то есть за сутки до того как стало известно что пассажиры батискафа титан которые спускались к месту гибели титаника они погибли мне было видение то есть я общаюсь с этими цивилизациями как эдвард кейси я общаюсь с ними во сне то есть я общаюсь с ними телепатически и мне показали образы но я не буду здесь пересказывать полностью что я увидела но обрисую только самые важные основные моменты то есть я оказалась в неком месте больше похожим на марокко то есть это был какой-то пустынный засушливое место со мной было несколько спутников среди них был мужчина чувствуется он был офицер и мы были то ли на каком-то заброшенном аэродроме то ли на какой-то базе возможно военной базе и мы поднимались на башню которая до этого была диспетчерской авиадиспетчерской и вдруг как бы откуда ни возьмись вот в этом пустынном месте взялась вода то есть она все прибывала прибывала и прибывала и я увидела в воде плавники они очень похожи на акульи и я говорю а акул тоже надо бояться и вот когда я произнесла эти слова появились такие существа у них ну как сказать лица не лица они похожи ростом на детей вообще как бы подводных цивилизаций их существует несколько в данном случае эти были похожи на детей вот и у них были такие ручки с перепонками между пальцев были перепонки и вот они обняли вот этого мужчину и я так поняла что они его как-то жалеют и уже впоследствии уже впоследствии когда вот погиб вот этот батискав титан там среди пассажиров был как бы не только миллионеры и сам основатель вот этой компании но там был еще один мужчина он был военно-морским офицером который как раз занимался поиском вот этих вот артефактов и контакта с неземными цивилизациями и он там погиб то есть уже тогда на за сутки мне сказали что вот этот человек он погибнет дальше вот эти существа ну я их назвала головастиками хотя совершенно не так они откуда-то взялось апельсиновое дерево и они дотронулись до этого апельсинового дерева и я увидела апельсин плод апельсина насквозь то есть я увидела все прожилки как там течет сок и почему я так подробно об этом рассказываю потому что так они нас видят потому что мы все помимо вот нашего телесного облика мы еще и волновая структура мы излучаем определенный свет на определенной частоте и вот они мне показали как они видят вот наш материальный мир то есть они его видят прямо изнутри все прям насквозь досконально не видят и они видят человека насквозь потому что когда я левой рукой левой рукой дотронулась до этого апельсина то есть страха какого-то у меня не было то есть меня было просто вот любопытство что будет я взяла в руки вот этот апельсин и получилось каким-то чудесным образом что вот это там волшебство не волшебство оно перешло ко мне на руку и я стала смотреть на свою руку вот я увидела все сосуды все вены вплоть до капилляров на руке я увидела все вот вот полностью вся ладонь вся рука я ее увидела я увидела как течет кровь по капиллярам и увидела такие как бы темные сгустки темные вкрапления о чем это говорит то есть когда человек заболевает в его организме присутствуют вот эти народные какие-то там бактерии грибки то есть какие-то чужеродные тела и соответственно наш организм когда вырабатывается иммунитет он это все при помощи иммунитета убирает и вот почему важно очень следить за печенью чистить печень и чистить кровь потому что вот вот эти вот все негативные элементы они накапливаются в нашем организме я это увидела они мне это показали то есть вот так они нас видят зрелище это конечно был фантастической то есть я даже вот когда сейчас это рассказываю это вот словами это не передать то есть вот этот светящийся апельсин моя светящаяся рука который я видела это не просто рентген я видела как она светилась изнутри а ученые они даже доказали что когда человек находится в каком-то но в таком умиротворенном состоянии то его кровь она светится красный кровеносный тельца не светится и вот откуда как бы вот у иконописцев вот это изображение нимбов над головами людей то есть при определенном виде на этот мир все эти свечения их всех можно их все можно увидеть так вот что было дальше дальше вот эти как бы рыбки они нас потому что начался очень сильный поток вот и нас они стали выводить вот из этого места дальше началась какая-то спасательная операция я помню что мы уже сидели в лодке с этими людьми и куда-то плыли не знаю куда вот и дальше мне показывают какую-то комнату без мебели просто вот обычная комната стены ровные и мы сидим за столом вот все кто были вот на этой базе мы все сидим за столом чего-то ждем и открывается дверь и входит папа римский причем не в традиционном ежедневном своем облачении а вот в метре вот в богатых таких одеждах и садиться непосредственно по левую руку от меня получается то есть я даже могла протянуть руку спокойно до него дотронуться и я понимаю что папа римский задает кому-то какие-то вопросы то есть это не было похоже на допрос нас просто как свидетели спрашивали как очевидцев что мы видели ну дальше снова показывается лодка что мы куда-то там дальше плывем отплываем к чему я как бы вот это все рассказываю за той операцией которая проводилась на титане стоит ватикан то есть мне вот эти цивилизации глубоководные под подводной цивилизации они показали что за этими исследованиями стоит ватикан хотя там говорится что деньги вкладывают миллионер и миллиардеры но непосредственным заказчиком и конечным бенефициаром является ватикан дальше что они там ищут ну тут было много инсинуации и там спекуляции по поводу того что титан титаник хотя на самом деле титан это были боги более древние на земле это еще одна иная цивилизация но мне открылась следующая информация о том что на титанике находится артефакт который непосредственно связан с международной вот этой финансовой системой с фресс и получилось так что титаник то затонул его затопили да это была диверсия ну условно говоря да террористический акт но те кто вот устраивал вот все это они не учли вот этот момент потому что вспомните корабль был очень богат во первых сам по себе там находились очень богатые обеспеченные люди и везли очень много антиквариата и как раз на этом корабле плыли те кто возражал против ну присвоения вот этой федеральной резервной системы которая в основном она была основными акционерами это было была российская империя то есть царское золото 88,8 процентов было вложено это золото российской империи ну и там каких-то князей аристократии но большая часть она принадлежала именно вот русскому русскому трону и они везли какой-то артефакт какой-то артефакт вот у этих сооснователей федеральной резервной системы они везли какой-то артефакт и уж будьте уверены что за столько времени военные наверняка не один раз вдоль и поперек исследовали это место и поэтому когда к ним поступило предложение о том чтобы использовать подводные лодки там или какие-то другие спецсредства военных я думаю что их просто вот этих людей кто организовал это все их военные просто послали сказали вы затопили и вы как бы расхлебывайте то есть военные они отстранились вот от этого от этого от этих поисков потому что вот сами подумайте с какой целью с какой целью с таким большим великим риском для жизни надо постоянно туда спускаться во-первых там находится во-первых портал своего рода кротовая нора то есть не обязательно что звездные врата они могут находиться где-то на земле вот эти кротовые норы они существуют и в воде вот такие вот пузыри это во-первых во-вторых почему они вот эти кто организовал вот эти экспедиции сейчас кстати организуется очередная еще одна новая экспедиция тоже вот на этом же батискафе такого же конструкции то есть для чего с какой регулярностью с таким высоким риском для жизни для чего спускаться в это место то есть им нужен артефакт а я объясню для чего он им нужен потому что это ключ это определенный ключ вот вот ко всей вот этой финансовой системе потому что те кто присвоил да ее то они не учли вот этого факта то есть сто лет они пользовались с 1913 года по 2013 год а дальше дальше но это чисто мое предположение да кто-то скажет а где доказательства доказательства я получаю только из двух источников это открытые источники а второй источник я уже сказала это непосредственно информация из первых рук вот оттуда ну или из воды да то есть от внеземных цивилизаций или из энергоинформационного поля земли все других каких-то информаторов или источников у меня нет то есть мой мозг он работает по принципу маяка то есть я принимаю информацию и транслирую ее вовне и для особо скажем так впечатлительных все свои вот эти сообщения я публикую на своем телеграм-канале поэтому для особо впечатлительных я хочу сказать что эта информация в каком-то смысле она не для вас и даже она не для простых людей то есть я эту информацию получаю и я ее транслирую и передаю я еще раз говорю я как вот буй как маяк я ее уловила эту информацию я ее должна передать и буквально недавно тоже у меня было общение но это было скорее всего общение с андромедианцами то есть это были высокие люди больше двух метров ростов светловолосые вот и они мне передали ключ а этот ключ это какие-то символы на каком-то языке которые я не могу идентифицировать это не арабская вязь это не руны это не славянская письменность это не латынь не латиница то есть я смотрела как бы там шумерские таблички прочее то есть идентифицировать эти символы я не могу то есть что это за язык на каком языке эти символы были переданы я не могу сказать и вот мне очень часто подписчики задают вопрос когда я говорю о том что с нас собирают биометрию вот эти все наши персональные данные то есть каким образом ну наши вот эти аватары искусственно созданные как же они вот собираются вот это все применить то есть они кто захватил ФРС еще раньше кто захватил нашу планету они ну скажем так все время что-то подменяют они ничего сами никогда не создавали ни разу то есть они берут за основу что-то исконное и потом подменяют какими-то своими там понятиями выгодными для них и вот при создании фрс они не учли одного момента что там идет определенное шифрование определенный ключ причем этот ключ он внеземного происхождения внеземного и для того чтобы сейчас его достать его надо доставать вот со дна океана и им так вот поэтому нужна вот эта наша биометрия наши ну как бы наши облики наши аватары то есть они хотят предъявить предъявить наши аватары это голос это внешний вид это даже вот генетический днк вот они придумали вот эту пландемию да по сбору вот этими палочками ковырялочками в носу это же был сбор днк то есть они хотят как бы вот обмануть вот эту систему предъявить что вот вот эти это конечные бенефициары потому что мы на самом деле являемся конечными бенефициарами вот этих всех активов и человечество мы тоже относимся к иной цивилизации причем мы сюда пришли земля 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 она ну не наша то есть мы здесь с ней как бы ну скажем так вот наше строение скелета это у нас есть определенные сложности здесь с проживанием вот атмосферное давление и прочее а вот те та цивилизация которая вот живет сейчас под водой вот именно как раз она то она является ну как сказать вот исконной вот этой цивилизации да и нам из уроков школьной программы рассказывать что человек вышел из воды да ну понимаете семена жизни они есть во многих мирах мы не одни в космосе на самом деле находимся нам просто внушили и одна как бы ветвь она пошла действительно вышла на сушу а другая ветвь она в море так и осталась и дальше в следующем ролике я буду рассказывать разбирать поэму Пушкина Руслана Людмила где вот я камня на камне не оставлю и на теории и Дарвина и докажу что все эти внеземные цивилизации они существуют и существовали и достаточно давно там речь идет о сотнях тысяч лет не две тысячи лет не семь тысяч лет а более четырехсот тысяч лет назад вот еще когда мы тогда вместе сосуществовали с этой цивилизацией и я очень рекомендую посмотреть есть опера одна опера Доргомышского по мотивам произведений Пушкина Русалка но она нас как бы не очень интересует там традиционный сюжет вот а гораздо более интересный сюжет про Русалку это Дворжика опера Дворжика Русалка там как раз показано что вот эта цивилизация они выдавали своих дочерей да за как бы земных мужчин то есть ну укреплялись таким образом союзы да с правящими элитами и в как бы в чем заключается трагедия что человечество человечество оно пошло по пути вот этой технократической по технократическому пути развития и а вот эта цивилизация она как бы не могла сосуществовать вот вот в этом техно мире еще там очень забавно там любопытно ну мы все конечно читали в детстве сказку Ганса Христиана Андерсона Русалочка где рассказано как у девочки значит и сделали ножки то есть по сути по сути да вот если сейчас на современный язык переводить то есть есть некая подводная цивилизация да и вот этой вот русалке ей по сути была проведена пластическая операция ну что на самом деле представляет это вот ей хвост да вот этот вот рыбе заменили на человеческие конечности на человеческие ноги и та сущность которая там выдается либо как ведьма да либо как баба яга на самом деле это не бог не богиня не бог это искусственный интеллект вот баба яга и вот эта ведьма которая общается с русалочкой это искусственный интеллект друзья мои потому что она ее предупреждает она говорит что у тебя не будет обратной дороги все это процесс необратимый и ты потеряешь возможность общения с людьми почему русалочка не могла как бы разговаривать вот с этим принцем с этим князем потому что под водой там не разговаривают там нет воздушной среды они общаются ультразвуком ультразвуком или телепатически у них идет общение поэтому она даже физически физически не могла разговаривать вот в этой вот нашей воздушной среде и действительно она пожертвовала очень многим очень многим то есть это представьтесь вот мы в нашем обличье да приделаем себе там рыбий хвост и спустимся на дно океана то есть ну это это конечно очень серьезные достаточно сильные изменения и и вот все вот вот эти вот технологии она тоже не могла рассказать то есть у нее был как бы обет молчание просто потому что у нее не было выбора а как она расскажет даже сейчас вот если представить приходит больше для мужчин да приходит к вам женщина и говорит ты знаешь я тут вышла из моря у меня был рыбий хвост мне тут сделали операцию да вот и вообще я как бы это русалка и вот и вообще мне как бы искусственный интеллект там сказал что тот и тот мы тут сейчас это воспринимаем как фантастику а в те времена это вообще было что-то вот невообразимое и поэтому все вот эти знания их облекали в сказки но на самом деле это говорилось все открытым текстом поэтому я хочу сказать что если мы чего-то не видим это это не означает того что этого нет ну благодарю всех за просмотр и приглашаю всех посмотреть мое видео про анализ поэмы Руслана Людмила и сказки о царе солдане благодарю за просмотр подпишем и подпишем шутер и подпишем Продолжение следует...